Увидев то, как столичные коммунальщики оперативно ликвидируют потопы, мы решили навестить старых знакомых, о которых снимали репортаж в феврале этого года. Жители этого дома на протяжении всей зимы обивали пороги Акимата. Они боялись то, что их весной затопит талыми водами. Все потому, что здесь зимой крайне редко убирали снег. Но, к счастью, нынешнюю весну большая вода их обошла стороной. Акимат вроде бы старался держать это над контролем. Этой беды мы избежали. У нас прорывалась канава вдоль дороги, в которую уходит Псары-Булак. А вот жители окрестностей Петропавловска все же столкнулись с проблемой паводка, который отрезал от областного центра поселок Заречный и потопил больше двух тысяч дачных участков. За обстановкой круглосуточно следят службы ЧАЭС. Спасатели и военнослужащие возводят защитные сооружения. Ожидаем, где-то еще до полуметра придет. Я думаю, это критичным не будет. В любом случае, основной упор делаем на недопущение подтопления жилых домов и строений. Тем временем на Западе все совсем наоборот. Снега здесь было мало, отчего реки и водоемы не наполнились талыми водами до необходимого уровня. Такого раньше не было, утверждают жители села Жалпахтал. Раньше мы с опасением ждали весеннего половодия. Остерегались. В этом году впервые наблюдаю. Река не вышла из берегов. В 10 километрах отсюда находится опреснительная станция. Уровень воды в ней упал. Если он опустится еще на 30-40 сантиметров, то мы можем остаться без воды. Не на шутку встревожены и фермеры сразу с семи районов региона. Впереди аграрный сезон, требующий большого объема поливной воды. В Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Кустанайской и Североказахстанской областях в этом году выпало запредельное количество снега. Все эти регионы под особым контролем у министерства служб ЧАЭС. Но не успела миновать одна угроза, как появилась другая. Если в одних районах на востоке сохраняется угроза паводков, то в других начались пожары. В резервате семей Уорманы лес горит уже не первый раз за этот месяц. На всей территории филиала имеются противопожарные вышки. Они высотой до 42 метров. На каждом сидит дежурный. И вот этот дежурный ежеминутно докладывает обстановку. После получения сигнала сразу выезжает оперативная группа и ликвидирует пожар на месте. Но если на востоке горит преимущественно уникальный реликтивный ленточный бур, то на севере сухостой. При этом площадь пожара здесь с каждым разом увеличивается. Природные пожары возникают и на юге страны. Но где бы ни горела, основная причина – беспечность или злой умысел человека, отмечают специалисты. В Алматинской области случилась другая напасть. После обильных осадков произошел масштабный сход оползня уже в пятый раз за эту весну. На этот раз в Медеусском районе чудом уцелел учебно-оздоровительный лагерь. К счастью, никто не пострадал. К счастью, в целом ни от одного природно-климатического ЧП в этой весной в Казахстане еще не погиб. Ну а тем временем спасатели продолжают нести свою службу круглосуточно. На этом у меня все.